друзья приветствую фанис из республики коми вот пожалуйста прислал посылку с образцами масла это уже вторая посылка которую он присылал первая была по моему в прошлом году так там был g energy forest так сейчас посмотрим какое масло в данном случае у нас вот две баночки так видите свежая отработка это у нас 530 здесь плохо видно но это он у нас лукойл genesis universal 530 вот пожалуйста такая небольшая записочка пояснение universal 530 api это sl и оси опять бы 5 так вот здесь вся информация по автомобилю по режиму я приведу в отдельном вот здесь пожалуйста это kia rio 14 года 1 407 сил общий пробег 95 тысяч шестьсот шестнадцать километров и отработка с пробегом 133 моточаса использовалась с февраля по май двадцатого года ну и он использовал автозапуск сейчас мы видели что прибор опять проверял основу чтобы учесть повреждения там царапины при тесте баночки видите я уже подписал чтобы удобнее было даже потом когда я снимаю много видео чтобы потом не путаться гадая что это за баночка я подписал и уже видео раскладывая по папкам вижу что первым делом что я делаю положил заложил образец данного масла чтобы прибор определил что это за жидкость сравнив со своей базой данных на 90 процентов прибор считает что это у нас моторное масло сейчас посмотрим alpine rsl 540 total rubia sk5 20 ну похоже как genesis и в принципе вот те те же списки как по genesis очень похожи так я это принимаю обозначают образец естественно как лукойл genesis universal для дальнейшего использования так звонил телефон бог с ним перезвоню так значит я записываю как это опять b5 все сохраняем сейчас посмотрим сколько намерит но похоже намерит как армар теки лимит я нашел данные лабораторные до карты что намерили 10 и 6 соответствии с этими данными откорректирую лимит и нижней 424 это у нас 40 процентов и 50 процентов порог предупреждения сейчас посмотрим что он намерил здесь гликоля нет сажу убираю в 0 8 и 7 с учетом разницы 10 и 2 у меня намерил а там было 10 6 принципе возможно по партиям гуляет несколько десятых так вот спектрограмма данного масла образца красным это выделено данный образец а синие это максимальное соответствие скажем так все это я сохраняю и можно проверить отработку так значит здесь отработка указано моточасах я столкнулся с небольшой проблемой как учитывать по моему графику сейчас я покажу вам какой цвет у отработки в принципе видите да достаточно светленькое масло но тут надо учитывать что свет мощнее стал вот видите какие тени будем бороться константин из питера помогает мне разобраться со светом с картинкой благодарю его огромное спасибо так данный образец я помечаю как 133 м ч и запускаю процесс анализа так сейчас посмотрим вот значит столкнулся с проблемой или надо было всю таблицу переделывать чтоб график нарисовать но я придумал другое решение даже мне кажется какой-то мере более интересно сейчас я вам покажу для оценки ресурсов так смотрите присадкам 73 процента нормальных гликоли почему-то 02 не знаю почему немного ли гликоли добавилась сажи нету нормально по поршневой и смотрите щелочная 6 и 7 принципе масло рабочее все как бы с ним в порядке везде есть еще запас неплохой это мы сохраняем значит запомнили начальная щелочной 10 и 6 а щелочной отработки 67 дальнейшем это понадобится сейчас я сравню вязкость посмотрим что произошло за 133 моточаса с вязкостью так вот я заднюю видим разжижение есть но разжижение небольшое я бы оценил его наверное максимум в четверть 25 где-то процентов от всего вот этого уровня между рисками стоп и максимальное разжижение нормально до разжижение мы помним что это чаще всего а часто и запуске так и вот такую табличку нарисовал она почему-то размылась не знаю почему качество так расплылось в принципе была четкая у нас есть щелочное начальное щелочное по тесту и два поле отработки моточасы и километры сейчас я покажу как это работает здесь скрытые формулы их убрал их не видно но они как бы рассчитывают смотрите я ввожу начальное значение 10 и не б 10,6 это начальное значение в результате теста получили 67 и есть у нас данные по моточасам я ввожу 133 моточаса ok и программа автоматически рассчитывать данное масло сработаться должно полностью на пробеге 216,9 моточаса 217 моточасов все хозяин прекрасно знает 210 215 но 220 в край там не успеет она повредить 220 часов в край и можно сливать масло очень показательно очень четко все максимально с максимальными нюансами учтенными отработка также если у нас нет моточасов мы вводим сюда километры и вот пожалуйста там 3500 ввели прогноз по сработке ресурса у нас 5707 километрам 700 метров просто точнее некуда то есть вот эта табличка я ее создал да кстати ставьте лайки может кому-то дизлайк захочется поставить пожалуйста даже уже не прошу объяснения подписывайтесь нажимайте колокольчик теперь можно оценивать ресурс очень точно масел мне кажется график я тоже буду использовать но больше тогда уже сравнивать разные масла на одном автомобиле просто по скорости падения ну можно и сравнивать и вот по таким показателям мне кажется очень классно вот такая новая форма двигаемся развиваемся благодарю фаниса за образцы всем кто досмотрел данное видео тоже благодарность моя за терпение и интерес значит желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока